К другим темам. Деревня Аносова Красненского района Смоленской области заложен храм в честь святого преподобного Саввы Старожевского. Подробности этого события в сюжете телестудии Смоленской епархии Святой Меркурий. Деревня Аносова расположена на старой Смоленской дороге, по которой в 1812 году наступали, а потом отступали французские войска. В наше время этот населенный пункт, как и многие другие населенные пункты Нечерноземья, пришел в упадок. И вот появилась надежда на возрождение. Несколько лет назад, приехав в эту деревню на Смоленскую землю, где находится ряд моих товарищей, мы вместе увидели это место и поняли, что эту деревню надо поднимать. Поскольку здесь было большое запустение, как мы видим, только несколько домов и тоже достаточно покосившихся. Через несколько лет такая возможность появилась. Мы решили начать подъем этой деревни с того, чтобы поставить здесь православный храм. Чин закладки камня в основании нового храма и освещение места строительства совершил епископ Смоленский и Вяземский Исидор. На торжестве присутствовали руководители Красненского района, китеры храма, военнослужащие из Смоленского гарнизона, жители Аносова, гости из Смоленска, Красного и других мест Смоленской области. Будущий храм будет освящен в честь святого преподобного Саввы Старожевского. Предполагается, что храм будет площадью около 80 квадратных метров и высотой 23 метра. Возведение храма ведется за счет пожертвований прихожан. Преподобный Савва Старожевский являлся ближайшим учеником преподобного Сергия Радонежского. Он, человек, который жил в 14 веке, тоже имеет непосредственное отношение к событиям войны 1812 года. Потому что, как повествует житие преподобного Савва Старожевского, он явился пасынку Наполеона Бонапарта, чтобы предупредить его не разорять основанный им монастырь. И пасынок – единственный из полководцев Бонапарта, кто остался жив после этой войны. Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, епископ Исидор отметил, Всегда существует закономерность, что там, где стоит храм, в котором совершаются регулярные богослужения, там народ не оставляет это поселение. Будем надеяться, что и основанный здесь храм послужит причиной того, что люди начнут возвращаться сюда и искать приложения своим силам здесь. После совершения богослужения гостей, прибывших на праздник, порадовали небольшим концертом военный оркестр 25-го отряда специального назначения «Меркурий» города Смоленска и творческие коллективы Красненского района. Но больше всех радовались жители Аносова. Даже не верится. Ну, как это так, еще переменилось. Да. Ну, хорошо на душе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...